Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей и сегодня пришло время обсудить завершение съемок 4 сезона Очень Странных Дел. Да-да, именно так, вы не ослышались, завершение съемок. Разберемся, что к чему, откуда уши растут и почему, если съемки действительно закончены, Netflix официально и громко об этом не растрещал. А также узнаем, какого интересного и интригующего официального контента по очень странным делам в ближайшее время нам можно ждать. А если у вас есть желание поддержать канал или отправить теплые обнимашки автору, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти или на самом канале. Итак, в прошлом ролике мы с вами мельком затрагивали тему завершения съемок сезона. На основе различной информации о сроках аренды помещений под съемочные площадки предполагалось и ходили различные слухи о том, что съемки сезона будут окончательно завершены ближе к середине сентября. И, как выяснилось, правдивость этих слухов и предположений действительно была подтверждена. Причем не обы кем, а буквально самим актерским составом сериала. Потихоньку от фанатов, от людей, близких к актерам, исполнивших главные роли, да и, собственно, от самих актеров, стали поступать различные фотографии, подтверждающие, что съемками они уже не обременены. Здесь у нас и Сэйди Синг, и Финн Вулфорд с новой прической, Эми Бэт Макналти, исполнившая роль нового персонажа Вики в кофте клуба адского пламени, со своим парнем на заднем плане в толстовке четвертого сезона, ну и Ношнап на одном из всех недавних концертов рэпера Питбуля. Помимо актеров, в своих инстаграмах также активизировались и различные члены съемочной группы, такие как, например, дублер Сэйди Синг, что распрощалась со съемочной площадкой, и дизайнер по костюмам для сериала, что также подтвердила в своем инстаграм, что она закончила работу над чем-то, чем пока нельзя ни с кем делиться. Ну и самым жирным подтверждением можно считать то, что сказал Ношнап на одной из своих фанатских встреч по видеосвязи на сервисе Фанмио. Мы закончили съемки, где-то неделю назад. Так что, все снято, сейчас идет уже монтаж материала. И помимо этого, Ноа также умудрился проболтаться о том, что в скором времени нас ждет новый тизер. Наконец закончили, они готовят еще один тизер, кстати. И как бы... Да, да. Что ж, теперь-то все кажется предельно абсолютно ясным. Съемки четвертого сезона 100% завершены, и совсем скоро нас ждет новый тизер. И здесь возникает логический вопрос. Почему об этих, казалось бы, важных событиях официальные аккаунты странных дел, что обычно тизерят подобные вещи, а также сам Нетфликс ничего не сообщает и не трезвонит об этом налево и направо? Ни подтверждений тебе от авторитетных публичных изданий, ни громких заголовков, никаких интервью. И здесь ответ, можно сказать, напрашивается сам собой. Предполагают, что мы не получим никаких подтверждений до субботы 25 сентября. И все сногсшибательные новости, касаемые сериала и четвертого сезона включительно, нам сообщат и покажут во время глобального виртуального мероприятия Нетфликс Тудум. Тудум, как мы с вами уже разбирали это в прошлых роликах, по сути, как онлайн комик-кон, только от Нетфликс. То есть что-то вроде того мероприятия, которое они проводили еще в июне под названием Гик Уик, только, как кажется, еще более масштабное. Подтверждением тому, что на этом мероприятии будет прям бум различных материалов по сезону, можно назвать как раз таки то, что все аккаунты в соцсетях, связанные со странными делами, активно его продвигали. К тому же, судя по трейлеру, там, возможно, даже не в записи, а в лайф-режиме, то есть они будут там прям общаться с каким-либо интервьюером, нам покажут Финна Вулфорда, Милли Бобби Браун, Гейтена Моторатца и Калиба Маклафлина. Помимо этого, раз Нуашнап проболтался о том, что создатели сериала готовят нам очередной тизер, на Тудум спокойно можно ждать и его. Как мы знаем, всего этих тизеров должно быть четыре. Два с сюжетной линией их опера на Камчатке и Оди в лаборатории Бреннера нам уже показали. Теперь фанаты гадают лишь о том, какие важные сюжетные линии нам могли бы раскрыть в третьем и четвертом тизерах. Предполагают, что один из них обязательно должен быть про клуб адского пламени, так как по одному из предположений, дафферы, возможно, уже даже скидывали нам момент из этого тизера в небольшом ролике, где кубик катится по игровому полю. Да и в анонсе даты выхода пару похожих кадров тоже мелькали. Также если основываться на кадры из анонса даты выхода и различные слитые материалы и информацию со съемочных площадок, где утверждалось, что в этом заброшенном доме наши ребята столкнутся с серьезной опасностью, и там замешан новый персонаж Виктор Крилл, убийца, что заключен в психиатрической больнице Пионхерст, можно предполагать, что один из тизеров будет посвящен именно этой теме с психушкой и расследованию всей этой истории, которая будут возглавлять Нэнси и Робин. Ну и самым очевидным, что напрашивается самым первым, это то, что один из тизеров будет посвящен истязателю и, собственно говоря, изнанке, так как ее присутствие в четвертом сезоне неизбежно, и как-никак это все-таки главная зараза всего сериала. Помимо тизера, также предполагают, что будет названа точная дата выхода сезона, или же представят список названий восьми серий из девяти, так как название первой, Клупацкого Пламени, уже давно известно. Также определенно, там мы с вами услышим официальное подтверждение того, что они, наконец, закончили съемки сезона, и, возможно, даже покажут небольшое короткое видео с последнего дня съемочного процесса, как это было с завершением съемок второго сезона «Ведьмака» или третьего сезона «Академии Амбрелла». Помимо этого, фанаты также ожидают, что на этом мероприятии объявят еще одну часть новых актеров и их персонажей, что появится в четвертом сезоне, то есть так же, как это было на Geek Week, когда представили Эмми Бэт Макналти, Майлза Труэта и Грейс Ван Дин. По сети уже очень давно гуляет список всех новых персонажей, что появится в четвертом сезоне. Правда, на его подлинность полагаться не стоит, поэтому 50 на 50. И, ориентируясь на него, можно выделить четырех новых персонажей, которых там могут объявить. Это персонажи с именами Анджела, Джейк, Фред и Уорден Хэтч. Первые два, Анджела и Джейк, судя по слухам, будут какими-то противными выпендрежными задаваками, что учатся в школе Ленора Хиллз, в которую будут ходить Уилл и Оди. То есть, вероятно, эти ребята будут их доставать. Про персонажа Фреда известно, что он будет в школе Хоукинса и сыграет небольшую роль в событиях, которые там произойдут. Ну и касаемо Уордена Хэтча, известно, что его мог играть актер Джоэл Стоффер, который у себя в соцсетях объявил, что присоединился к актерскому составу сериала еще летом 2020 года, но официально представленный еще не был. Сложив все эти домыслы, догадки и подтвержденную информацию воедино, выходит следующая картина. На мероприятии To Doom Netflix обязательно объявит, что съемки четвертого сезона Очень странных дел наконец-то закончились. Также, со слов Ноошнапа, нам очевидно покажут там новый третий тизер. Вероятно, состоится онлайн-беседа с актерами, и плюс ко всему прочему, нас может ожидать название всех девяти серий, а также точная дата выхода сезона. Пока все это звучит очень даже неплохо. И при таком раскладе, до выхода сезона нам еще будет что обсудить. Осталось только надеяться, что большинство из этого окажется правдой. Ну а что вы думаете по этому поводу? Какие теории и предположения есть у вас? Чего ждать от нового тизера? Чего еще интересного касаемо сериала могли бы показать нам на To Doom? И объявят ли все-таки точную дату? Пишите в комментариях. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержка канала очень важна. А поддержать канал, получая при этом приятные бонусы, можно став спонсором на моей страничке в Бусти или на самом канале. А также просто по ссылочке на Донат Алертс. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok